Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рад вас видеть на этом форуме. Всем известно, что в сфере использования электронной подписи в недавнем прошлом были определенные проблемы, в том числе связанные с информационной безопасностью. Все мы, включая тех, кто находится в этом зале, трудились над этой сложной проблемой, чтобы ее устранить. В результате данной работы посредством изменений, внесенных федеральными законами 445 и 446, федеральный закон 6 апреля 2011 года об электронной подписи, был существенно доработан. Изменений много. Я остановлюсь лишь на тех, которые являются критичными с точки зрения обеспечения информационной безопасности информационных систем, задействованных в этом вопросе. Что же изменилось? Раньше ФСБ России была наделена полномочиями по установке требований к средствам электронной подписи, средствам удостоверяющего центра и к форме квалифицированного сертификата, включая проверки электронной подписи, а также по поверке их выполнения. В результате внесенных изменений полномочия ФСБ были существенно расширены. Теперь ФСБ России, в частности, устанавливает требования к средствам удостоверяющего центра и средствам электронной подписи, применяемым при хранении ключа квалифицированной подписи электронной, и создании по поручению его владельца квалифицированной электронной подписи, то есть дистанционной или облачной подписи, а также организационно-технические требования в области информационной безопасности к доверенным лицам удостоверяющего центра федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Это в настоящий раз федеральная налоговая служба. Существенным образом видоизменился закон в части идентификации субъекта перед получением сертификата. Теперь федеральным законом об электронной подписи четко определены методы идентификации заявителя при подаче заявления на создание сертификата, а именно при личном присутствии и без личного присутствия с использованием во втором случае либо квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата, предоставление информации, содержащейся в заграничном паспорте нового образца и предоставление сведения из единой системы идентификации и аутентификации единой биометрической системы. Эти вопросы, на моей памяти, долго обсуждались и связаны они с удаленностью нашей большой родины, тот, кто находится на Чукотке, для того, чтобы получить сертификат, ему приходилось на оленях в какие-то обращаться, удостоверяя их при личном присутствии. И это существенно упростило. При этом создание сертификатов и их выдача заявителям в отношении усиленных, неквалифицированных ИП также могут осуществляться при определении лица, подающих заявление в электронной форме, без личного присутствия, с использованием простой электронной подписи, ключ которой получен с использованием правил при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленной правительством Российской Федерации и при условии организации взаимодействия удостоверяющего центра с единой системой идентификации и аутентификации гражданами, физическими лицами и организациями с применением прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты информации. Также в соответствии с требованиями в форме квалифицированного сертификата, определяемыми федеральным законом в электронной подписи, для указания способа идентификации теперь должен применяться новый идентификатор, и он есть, однозначно указывающий на то, что идентификация заявителя при выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи проводилась либо при его личном присутствии, либо без личного присутствия одним из указанных, озвученных выше способов. Хочу ответить, что использование дистанционного способа не является менее безопасным, но это должно быть четко прописано, каким же образом все-таки получен сертификат. Также нововведением является новая сущность, определенная федеральным законом, доверенная третья сторона, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая деятельности по проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными электронными документами. При этом Федеральная служба безопасности наделена полномочиями по установке требований к средствам ДТС, включая определение требований к использованию доверенной третьей стороной средствами электронной подписи. В результате инноваций существенно повысилась безопасность и гибкость использования технологии PKI. При этом внесенные изменения потребовали создания новых изменений существующих приказов Федеральной службы безопасности. Полный перенчат приказа представлен на слайде. Это приказ от 4 декабря 2020 года, номер 554, об утверждении порядка уничтожения ключей электронной подписи, хранимых аккредитованным удостоверяющим центром по поручению владельцев квалифицированных сертификатов электронной подписи. От 4 декабря 2020 года, 555, о внесении изменений в приложение к приказу ФСБ от 27 декабря 2011 года об утверждении требований к средствам электронной подписи и к средствам удостоверяющего центра. Приказ номер 556 об утверждении требований к средствам доверенной третьей стороны, включая требования к использованию доверенной третьей стороны средствами электронной подписи. Здесь уже отмечалось, требования есть, но, к сожалению, по этим требованиям в настоящий момент ни один удостоверяющий центр проверку соответствия не прошу. Приказ номер 31 о внесении изменений в приказ номер 795. Ну, здесь они все указаны. Я просто хотел бы обратить внимание объем работ, проведенный Федеральной службой безопасности в исполнении федерального закона, создания подзаконных актов, которые бы четко регламентировали совокупность требований, предъявляемых удостоверяющим центром. Часть приказов были изменения в существующие приказы, которые, ну, конкретизировали либо носили объектные идентификаторы в определение. Но я остановлюсь более подробно на аспектах приказов, введенных в действие впервые. Это приказ номер 554, и в соответствии с ним ключ электронной подписи и резервной копии, содержащий его, уничтожается у ЦЕ не позднее первого рабочего дня после истечения срока действия ключа. Уничтожение осуществляется комиссией, назначаемой актом удостоверяющего центра с применением встроенной функции, использованной с ректой электронной подписи. Факт уничтожения фиксируется в акте при поступлении от владельца квалифицированного сертификата уведомления об обнаружении неуничтоженного ключа электронной подписи. Удостоверяющий центр в течение одного рабочего дня проверяет его обоснованность. По результатам проверки удостоверяющий центр уничтожает ключ электронной подписи и информирует об этом владельцу квалифицированного сертификата. Приказ номер 154 устанавливает порядок подтверждений лицом обратившимся за получением сертификата факт владения ключом электронной подписи, который соответствует ключу проверки подписи, указанного заявителем для получения сертификата, а также функцию удостоверяющего центра в ходе указанного подтверждения, в том числе в случае предоставления заявления на выдачу сертификата с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет. Приказ номер 171 в частности определяет следующие организационно-технические требования в области информационной безопасности к доверенным лицам. В соответствии с указанными требованиями, должностное лицо должно первое обеспечивать контролируемую зону, а также осуществлять контроль за нахождениями и действиями лиц транспортных средств в зданиях, помещениях, предназначенных для размещения технических средств, обеспечивающих выполнение доверенным лицом своих функций. Организовать и вести учет машинных носителей информации, использующих СКЗИ, включая средства электронной подписи, а также обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа. Обеспечить защиту подключения к информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования, в том числе сети интернет, технических средств, обеспечивающих выполнение доверенным лицом своих функций, за исключением оборудования, обеспечивающего информационное взаимодействие удостоверяющего центра. Применять для выполнения возложенных функций на доверенное лицо функции информационной системы, аттестованные на соответствие требованиям о защите информации, не составляющих государственную тайну, содержащиеся в государственных информационных системах, утвержденных приказом СТЭК России от 11 февраля 2013 года номер 17. Разработать и утвердить перечень локальных актов, регламентирующих меры реализации требований по обеспечению информационной безопасности. Кроме того, приказ определил типовую схему доставки заявлений и получения квалифицированного сертификата юридического лица в удостоверяющий центр, необходимость утверждения которая была определена постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года номер 2409, а также распределение между отдельными работниками доверенного лица раздельных функций обязанностей в целях исключения возможности доступа работников доверенного лица к ключам электронной подписи заявителей при реализации полномочий по их созданию. Приказом номер 556 определены требования к доверенной третьей стороне включая требования к использованию ей средств электронной подписи в соответствии с требованием установленного указанным приказом средства ДТС должны содержать следующие компоненты подтверждение действительности электронной подписи проверки соответствия квалифицированных сертификатов и полномочий участников электронного взаимодействия квитирования создания и проверки метки доверенного времени документирования операций выполняемых средствами ДТС предоставления информации о выполненных операциях средства ЭП используемые средством ДТС должны обеспечивать возможность их функционирования в режимах создания электронной подписи и автоматической проверки также в завершающей стадии разработки находится приказ об утверждении требований средствам удостоверяющего центра и средствам электронной подписи применяемых при хранении ключа квалифицированной подписи и создания по поручению его владельца квалифицированной электронной подписи для людей глубоко погруженных в тему можно отметить что указанный приказ представляет собой комплекс требований системы и призем повысить безопасность всех аспектов использования ПКИ ну хотелось бы отметить что в настоящий момент завершающей стадии находится разработка приказа по облачной электронной подписи которая регламентировала требования приказ честно говоря создается очень тяжело потому что он комплексный структура этого приказа она определена законом там будут требования к хранению электронной подписи к неотказуемости требования к защите каналов и так далее и вот комплексность приказа она как раз и создает сложности ну в завершение хотелось бы отметить что работы все еще много хочется пожелать всем собравшихся дальнейших успехов в развитии подавленного направления спасибо благодарю за внимание аплодисменты